Маринер-4 был первым космическим аппаратом, пролетевшим мимо Марса, и первым, сделавшим снимки красной планеты крупным планом. Размытые изображения кратеров и оголенной почвы привели некоторых ученых к мысли, что Марс схож с Луной. Это развеяло некоторые представления о том, что Марс является пристанищем для жизни. Тем не менее, NASA продолжало посылать космические аппараты к Марсу, поскольку Маринер-4 сфотографировал только часть поверхности. Более поздние миссии показали, что Марс на самом деле сильно отличается от Луны, с активной погодной системой и гораздо более влажной атмосферой в прошлом. Привет друзья, в этом выпуске подборка интересных фактов о первом исследователя Марса Маринер-4. Поехали. Миссия Маринер-4 была седьмой попыткой отправить космический аппарат к красной планете. Начиная с 1960 и до 1964 года Советский Союз пять раз пытался сделать это, но безрезультатно. А до Маринера-4 NASA отправила зонд Маринер-3 для исследований Марса, но аппарат не отделился от ракеты, которая доставила его в космос, и в настоящее время он вращается вокруг Солнца. Маринер-4 был запущен 28 ноября 1964 года и максимально приблизился к Марсу 14 июля 1965 года. Чтобы добраться до Марса, потребовалось более семи месяцев, а точнее 228 суток. Космический аппарат провел всего 25 минут, выполняя наблюдения за красной планетой во время своего крейсерского полета. За это короткое время он сделал 21 полноценный, плюс один неполный снимок, который на следующий день начал отправлять на Землю. Каждое изображение содержало 200 строк, каждое из которых содержало 200 пикселей. При скорости 8,33 бит в секунду передача изображений на Землю заняла 4 дня. Космический аппарат имел массу 260,68 килограмма и габаритную высоту 289 сантиметров. Он был оснащен как всенаправленной антенной с низким усилением, так и параболической антенной с высоким усилением. Диаметром 116 сантиметров 8 миллиметров, магнитометр был установлен на антенне с низким коэффициентом усиления. Электроэнергия для Маринера 4 исходила от 28 224 солнечных элементов, способных генерировать 310 Вт возле Марса. Также использовалась перезаряжаемая оксидно-серебряная батарея емкостью 1200 Вт-часа. Движение обеспечивалось монотопливным гидрозином, а регулировка ориентации осуществлялась с помощью трех гироскопов и за счет выброса газообразного азота из форсунок, расположенных на концах солнечных панелей. К концу каждой солнечной панели была прикреплена солнечная лопасть, которая использовала давление солнечного света для стабилизации космического корабля. Маринер 4 также собирал данные о Марсе, имеющие огромное значение для успеха последующих миссий на Красную планету. Одним из наиболее важных наблюдений было открытие, что на Марсе очень низкое атмосферное давление, которое в почти 170 раз меньше, чем у поверхности нашей планеты. Так астрономы выяснили, что для посадки корабля на поверхность Марса не нужны мощные ракеты и очень большие парашюты. Маринер 4 до сих пор является одной из самых успешных миссий НАСА. Ее стоимость составила 83 миллиона долларов США, что для 60-х было очень дорого. После исследования Марса космический аппарат вышел на солнечную орбиту, продолжая передавать данные на Землю еще три года. Во время изучения солнечного ветра после завершения основной миссии Маринер, возможно, был поражен микрометеоритами. Всего за 15 минут детектор космической пыли зарегистрировал 17 попаданий. Это событие изменило направление движения Маринера. В другом случае 83 попадания микрометеоритов за два дня снова изменили ориентацию, что привело к ухудшению сигнала. Последний контакт с зондом состоялся 21 декабря 1967 года. Друзья, давайте делиться знаниями, чтобы глупости не осталось места в этом мире. Подписавшись на канал и поставив лайк, вы очень этому посодействуете. Всем успехов и до скорого. Субтитры создавал DimaTorzok